Молодые умы, стратегический ресурс ПАО «Сургутнефтегаз», сотни проектов и рациональных предложений. В компании продолжается 44-я научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов. В секцию эксплуатации автотракторной техники и безопасности дорожного движения заявились 28 участников. Но до решающего этапа допустили лишь 13 из них. Что предложили авторы проектов? С новаторами пообщалась наша съемочная группа. В финал секции эксплуатации автотракторной техники и безопасности дорожного движения научно-технической конференции молодых ученых и специалистов «Сургутнефтегаза» вышли 13 человек. Они предложили целый ряд идей. От монтажа крана на экскаватор до применения VR-технологии. Владислав Букалов хотел бы установить на часть автопарка предприятия лазерный сканер кузовов карьерных самосвалов. Два сканера будут определять количество насыпи в кузове транспортного средства. Для того, чтобы можно было произвести контроль за непосредственно каждым транспортным средством, какое количество инвертного материала он перевозит. Так как в конце каждого месяца производится маршредерская съемка, ведется учет, какое количество инвертного материала было вывезено с карьера. И в случае, если недосчитываются, тогда приходится применять санкции. Из-за одного водителя может пострадать все звено того или иного подразделения предприятия. В случае внедрения инновации в компании будут знать, кто именно, сколько, куда и когда не довез. Для молодого человека опыт участия в НТК уже второй в жизни. Первый был скорее пробой пера и пока ждет своего часа. Первый раз была технология восстановления передней оптики автомобилей, всех видов транспортных средств. Это восстановление рассеивателя, восстановление. Проблема у нас есть такая с УАЗом Патриот. Дневные ходовые огни, которые у нас быстро выходят из строя достаточно. Все это там было рассказано, описано подробно. Инновации, кстати, внедряют не в каком-то отдельном управлении или подразделении, а во всем Саргутнефтегазе. И это огромная ответственность. Во всех управлениях, которые занимаются не только ОТТ, но и предприятия, которые имеют на балансе транспорт, имеют ремонтные механические, мастерские, во всех этих предприятиях будут внедрены эти идеи, нашедшие достойное внимание на научно-технической конференции. Это действительно замечательная площадка для карьерного роста, поскольку продвижение на высшестоящие должности мы обязательно рассматриваем, людей, участвующих в научно-технических конференциях. Для собственного саморазвития и чтобы выйти из зоны комфорта, в НТК решила заявиться и одна из немногих представительниц прекрасного пола. Инженер базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования Анна Болтаева предложила усовершенствовать процесс строительства зимних дорог и ледовых переправ. Не менее актуальная тема для Саргутнефтегаза. Компания строит более тысячи километров автозимников, в состав которых входят также и ледовые переправы. Всего одна присадка, по мнению девушки, способна изменить и содержание, и долговечность таких магистралей. Нанопесок, он именно дает упрочнение строительным зимним дорогам. В моем случае это идет кварц, кварц измельченный до наночастиц, то есть он как состояние прямо такого легкого-легкого порошка, который смешивают с водой, добавляют лед, и благодаря которому он попадает в структуру льда, и с помощью него он немножко должен причинять свойства льда. Плюс девушки в том, что она разработала и предложила тему, которая не соприкасается с ее основной работой. В БЭПТО и КО она занимается закупкой и распределением поступающего в Саргутнефтегаз оборудования, но готова учиться и развиваться. А в случае победы не откажется и сама отвечать за внедрение и сопровождение инноваций. Молодые специалисты, вынося свои идеи, может быть зачастую без экономического эффекта, но влияющие в той или иной степени, допустим, на ту же охрану труда либо промышленную безопасность, очень важны для предприятия в целом. И вот это количество идей, оно в общем-то растет. Нами используются предложения по результатам 38-й научно-технической конференции, 39-я, 42-я научно-техническая конференция. Это вот три я назвал, которые только из последних. На самом деле их очень много. Будут ли применяться новые РАЦ-предложения и технологии, станет известно позже, после оценки эффективности поступивших идей. Наградят призеров и победителей 44-й научно-технической конференции молодых ученых и специалистов Сургутнефтегаза на торжественной церемонии уже 26 апреля. Дмитрий Круховец, Сергей Коликов, Сургут, 24.